Итак, мы начинаем, всем привет, мы начинаем третье, четвертый урок, четвертая Мишна, во второй главе Перте, вот книги Перте, вот учения отцов. Значит, четвертую главу говорит тот же Рабан Гамлиэль, сын Раби Уда-Наси. И он говорит в четвертой главе, как бы интересно я это вчера понял, что Раби Уда-Наси в первой Мишне, он задал принципиальнейший вопрос, жизненный вопрос для каждого человека, самое главное в жизни для каждого человека, это как выбирать. Жизнь человека зависит от тех выборов, которые он делает, вот ты берешь и выбираешь, слушать урок или не слушать. Если выбираешь слушать, жизнь пошла по одному направлению, выбираешь не слушать, по другому. Дальше, из тех, кто слушает, послушал, выбираешь делать, жизнь пошла в одном направлении, выбираешь не делать, в другом. Те, которые решили не слушать, у них, значит, дальше они выбирают, там, набухаться или не набухаться. У них, значит, уже они по наклонной дорожке погодились. Это я так думаю. Но, в принципе, я не знаю, что там они дальше выбирают. Но в любом случае принцип остается. Жить человека зависит от тех выборов, которые он делает. И Раби задал вопрос, какой путь прямой выбрать человеку, как его выбрать. И дальше отвечает. Потом сын его, Рабангамлиэль, он добавляет варианты, из чего выбирать, как выбирать, на чем основать свой выбор. И вот, значит, мы пришли к четвертой главе, четвертой главе, где он говорит, четвертая мишна, второй главы, где он говорит один из самых главных принципов вообще, как в этом мире добиваться успеха, как быть удачливым, как в этом мире получать то, что ты хочешь. Это главный принцип молитвы. То есть здесь он открывает такой основополагающий принцип. То есть есть у человека до выбора, есть еще такая штука, которая называется... Давайте сейчас переведем, а потом я буду объяснять. Значит, он говорил... Рабангамлиэль, сын Рабиунды, Анаси, говорил... Чтобы он сделал твою волю, как его волю, имеется в виду Бога. Это первая часть. Вторая часть. Батель, рацунхо, мипне, рацунхо, отмени свою волю перед его волей. Кдейше и ватель, рацунах и рим, мипне, рацунеха. Для того, чтобы он отменил волю других перед твоей волей. Что имеется в виду? Значит, еще до выбора у человека есть рацион, воля. То, что переводится как воля. Значит, что такое эта воля такая, да? Человеком двигает по жизни некий... Можно назвать это воля, интерес, намерение, желание. Все это обозначение функции одного и того же внутри главного двигателя, который двигает всеми людьми. То есть вот лежит человек. Если бы у него не было двигателя вот этого желания, он бы так и лежал бы. Но этот двигатель, он внутри заставляет его открыть глаза. Зачем он открыл глаза? Двигатель заставил его. То есть у него произошел внутри какое-то побуждение, он открывает глаза. Дальше он открывает глаза. Этот рацион, его двигатель, он начинает двигаться. Если у него физиология, ему сигналит, что не хватает энергии, питательных веществ, то этот рацион начинает его двигать, где взять еду. И он начинает, где взять еду, где взять еду, где взять еду. Но другая часть его тела, она ему сигналит, что надо лежать, он не выспался. И вот у него внутри идет два разных сигнала. Тело сигналит лежать, еда сигналит вставать. И он лежит, и у него вот это вот его воля, желание, он думает, встану. То есть у него намерения, вот этот двигатель, вставать, он сильнее. Тут у него выбор есть. Дальше включается интеллект. Полежи, не полежи, поспи, не поспи. Но у него вот этот рацион, он как бы состоит из многих разных пучков, он расщепляется. И есть люди, которые умеют интеллектом собрать свой рацион в единый луч, это желание свое, и направить его куда-то. И у них есть внутренний движок. У большинства людей этот внутренний двигатель, он разбивается о страх. Потому что страх это самая такая страшная вещь, эмоция, которая сигналит, что есть опасность. И от этой опасности сразу включается рацион бежать, сразу включается желание убегать. То есть рационом, получается, этим желанием управляют больше всего инстинкты. Дальше на втором месте интеллект. И вот как бы человек, который берет свой рацион, это желание под контроль своего интеллекта, он, значит, управляет своей жизнью. Человек, который своим интеллектом не берет свой рацион под контроль, значит, рацион это желание управляет им. Теперь говорит нам, Рабан Гамлель открывает тайну. Это огромная тайна. Он говорит, парни, есть у Бога его рацион. У Бога есть его желание. Кстати, интересно, когда Талмуд рассуждает о молитве, то Талмуд говорит, что надо молиться ей рацион мили фанеха. Пусть будет желание перед тобой. И когда ты молишься Богу, то ты как бы говоришь, пусть будет твое желание повернется туда, куда я прошу. То есть ты просишь Бога, чтобы он захотел сделать, чтобы мир двинулся туда, куда хочет твой рацион. Это смысл молитвы. Ей рацион мили фанеха. Пусть будет желание перед тобой, чтобы пошло туда и туда. И Талмуд задает вопрос, а сам Бог как молится? И он отвечает, а Бог молится так, ей рацион мили фанай. Пусть будет мой рацион, повернется туда, куда. И он поворачивает свой рацион, куда-то желание, и туда двигается мир. Так вот говорит нам Рабан Гамлель следующая вещь. Он говорит, сделай его рацион, как твой рацион. То есть возьми желание Бога и сделай его, как ты делаешь свое желание. То есть свои желания человек выполняет охотно. Вот он хочет покушать, покушал. Хочет поспать, поспал. Теперь откуда мы знаем, какие желания у Бога? Какие желания у Бога мы знаем из Торы. Тора нам сообщает желание Бога. Есть повелевающие заповеди, Митсвот Ассани называется. Повелевающие заповеди Торы. Это Бог сказал, делай. Значит, делай это. Теперь, как мы знаем, что Бог запретил делать? Это запрещающие заповеди. Заповеди не делай. Вот у нас есть сформулированные желания Бога, которые сформулировал Машер Абен. И в желании Бога есть еще пунктик такой. Слушайтесь мудрецов Торы, потому что они знают мои желания. Они со мной на одной волне ко мне прикрепились. Поэтому слушайте их тоже. Все. Теперь человек, началось все с первого человека. Первый человек, у него была жена, которая захотела сделать то, что Бог сказал не делать. И был змей, который жене сказал делать то, что Бог сказал не делать. Бог сказал не делать через Адам решено, через первого человека. А она сказала, змей ей сказал делать, она сказала человеку, человек сделал. То есть получилось, что их рацион пошел отдельно от желания Бога. Теперь нам Рабан Гавлиэль говорит, главный принцип, делай его волю, как ты делаешь свою волю, для того, чтобы он сделал твою волю, как его волю. Что имеется в виду? Есть такие цадики, праведники, которые выполняют все, что Бог сказал. Вот они с утра до вечера, у них главный вопрос был, я учился у Рабыцка Газильбера, и когда Зехрана Цедих Левраха, прям про этих людей говорят, память праведника благословенной. Когда он умер, его сын, когда говорил по нему эспет, поминальная речь, он, я запомнил это вот на всю жизнь фразу, он говорит, у моего папы был в жизни один вопрос, что от меня хочет Бог. В любом действии, в любом решении у него был только один вопрос, который его волновал и интересовал, что хочет Бог, чтобы я сделал. И он делал то, что хотел Бог от него, но когда он хотел что-то, то случались чудеса, но он всегда хотел только то, что хочет Бог, поэтому он ситуацию свою жизненную, например, он мог делать чудеса, он реально мог, Бог для него сделал бы все. То есть его слово, написано же, делай волю Бога как свою, чтобы Бог делал твою волю как его. То есть слово праведника, праведник сказал, реальность меняется. Есть в Талмуде много, много историй, как праведники делали невероятно открытые чудеса. Вопрос, почему же они не делали эти чудеса для себя? А потому что он думает так, если Бог сделал мне плохо, ну, например, что мне сейчас вот такая ситуация, Бог же это хотел, я не буду менять то, что Бог хотел. Но есть там одна такая интересная штука. Когда человек приходит к праведнику и говорит, мне плохо, вообще мне там, помоги, то Бог сказал помогать. То есть получается так, что даже если Бог ему сделал какую-то сейчас ситуацию, чтобы, а зачем Бог делает людям страдания? Бог делает людям страдания, чтобы люди вернулись к Богу, чтобы люди поняли и осознали, что этот мир, он только для того, чтобы служить Богу. И так вот, если Бог делает человеку страдания, то он ждет, что человек пробудется и поймет, что надо вернуться к Богу. Если человек уже приходит к праведнику и просит благословения, чтобы страдания закончились, значит, он уже на пути возвращения к Богу. Поэтому у праведника есть разрешение сделать для него чудо, попросить Бога сделать для него чудо, чтобы это чудо тогда станет возвратом к Богу для человека. И праведники, благословения праведника, чудеса случаются, там вообще выздоровление, там всякие штуки. Но есть интересная история, как один, было два товарища, и один из них стал очень религиозным, а второй не стал. И он, когда рассказывал их третьему знакомому, как тот стал религиозным, он говорит, значит, дело было так. Он стоял, значит, в пустыне, там что-то делал, и на него обвелась змея и уже собиралась его укусить. И он говорит, Господи, помоги мне, сделай чудо, чтобы она меня не укусила, и змея замертво упала. И он стал религиозным. Тот говорит, слушай, вообще капец, а ты-то чего не стал? Он говорит, так это же не меня змея кусала. Это же, ну, типа, со мной-то все нормально было. То есть я это не пережил. Когда человек переживает лично вот это вот страдание, а потом чудо, спасение, тогда у него есть шанс стать религиозным. А когда мы читаем, как евреи выходили из Египта, как раступилось море, ну, классно, для них раступилось море. А я, то есть у меня было вот именно так. Я вначале узнал эту историю, как Бог делает чудеса. Потом, когда у меня Бог сделал для меня лично вот это раступление моря, там, чудо такое все, я стал религиозным. Но пока я читал это, я не, ну, как бы, я не понимал. Я понимал, что да, может быть, это было. Но пока Бог не делает человеку страдания, он вынужден делать страдания для того, чтобы вернуть к Тории, для того, чтобы пробудить. Потому что иначе люди не пробуждаются, они как роботы идут по этому пути. Теперь, еще раз, Рабангам Леля объясняет главный принцип молитвы. Делай его волю, как ты делаешь свою волю, чтобы он сделал твою волю, как его. То есть выполняй заповеди, и в момент, когда ты выполняешь заповеди, ты с Богом попадаешь в резонанс. Потом, когда ты что-то просишь у Бога, то, естественно, да, Бог выполняет то, что ты просишь. Значит, отмени твой рацион перед рационом Бога. У человека из-за того, что он развивался в основном не по божественным законам, мир вокруг идет, к сожалению, не по божественным законам, то у человека внутри есть множество желаний, которые его зацепили мартитологи. То есть мартитологи ему показали какую-то картиночку, и он джиж захотел. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. И часто эти желания идут вразрез с желаниями Бога, потому что вся реклама построена на сексе, на всяких запрещенных вещах. Теперь, когда ты ботели рационхоми пне рационо, когда ты свою волю отменяешь перед волей Бога, например, запрещенная еда, ты смотришь, потом говоришь, Бог запретил кушать, не буду есть. Запрещенная связь, нарушение в шаббат, ты хочешь куда-то поехать, ты не едешь. То есть ты отменяешь, обрубаешь свой рацион перед свое желание, перед желанием Бога. Бог запретил, я делать не буду. В этот момент ты создаешь защиту, когда другие что-то думают против тебя, то их желание, оно, Бог же все равно всем управляет. Но, когда ты несколько раз свое желание обрубал, Бог тебе ставит защиту. Перед, когда другие хотят что-то против тебя сделать, они не могут. В отеле рационхоми пне рационок дешу и в отеле рационах хирим отмени свое желание перед желанием Бога, для того, чтобы он отменил желание других против тебя. Расскажу, как в жизни это работает. У меня есть один знакомый олигарх, такой очень богатый человек, очень, прямо, он для меня один из примеров. Есть разные люди, богатые, но этот он выстроил свою жизнь очень грамотно, очень аккуратно. У него, во всех странах у него есть бизнес, во всех странах у него есть квартиры. Он очень добрый человек, всем помогает. У него, ну то есть вообще, вот он всегда спокойный, радостный, умный, мудрый человек. Никогда я не видел, чтобы он был не веселый, не спокойный. Он все время приятный, веселый, такой мы сейчас уже лет там около 60. И я, когда его встречаю, все время у него спрашиваю разные секреты, чтобы он меня научил чему-то полезному. Я ему говорю, а вот расскажите мне как-то, я его спрашиваю, как вы, как вы, говорю, вот если, ну вот молитесь там, вот есть у вас какие-то секреты в молитве? Он говорит, да, вот у меня бывает, говорит, какой-то проект, и он не идет. Он не идет. А я, говорит, очень четко, у меня есть специальная книга, где я записываю все свои доходы и отделяю десятину. Десятую часть я отдаю на благотворительность. У меня это, говорит, четко, очень прямо, я сам лично за этим слежу, это для меня одна из главных вещей. И вот у меня какой-то, бывает, проект не идет. Я выхожу, когда меня вызывают к Тори, он левит, кстати, левит его всегда вызывают, есть колено левита, которые служили в храме, и в Тори вызывают вначале Коина, а потом левит, а он всегда получает олью. И он говорит, я стою, и когда я возле Тора, я говорю, вот у меня этот проект не идет. Если ты считаешь, что это для меня не нужно, опасно, вредно, пусть и не идет. Но если не хватает моих заслуг, чтобы этот проект пошел, тогда, если он пойдет, и я с него что-то заработаю, то я отдам не 10%, а 20%. И записываю на благотворительность, на божественные нужды. И записываю себе, как это, обещание, чтобы, не дай Бог, не забыть, потому что это становится как недер. Лучше сказать, блин, недер, без обета. То есть обета, это ты с Богом прям личный договор. А тут ты как бы Богу даешь, ну, обещание, но говоришь без обещания. На всякий случай. И он, значит, он говорит, и я смотрю, иногда бывает, что не идет, прямо обрубается. И я понимаю потом через время, что действительно Бог правильно для меня сделал, что лучше бы оно и не шло, потому что это для меня было, мне казалось, что это будет хорошо, на самом деле это было плохо. Но часто бывает, что после этого обещания ситуация начинает резко двигаться, перевешивает в позитивную сторону, и у меня получается прекрасный проект. Вот такое вот, это было практическое приложение этой Мишны, что делай его волю, как ты делаешь свою, чтобы он сделал твою волю, как его. И отмени свою волю перед его волей, для того, чтобы ты отменил, чтобы он отменил волю других людей перед тобой. Здесь тоже он мне рассказывал историю, когда он стал религиозным, он постепенно становился религиозным, и он говорит, я уже все начал соблюдать, шаббат начал соблюдать, там, ну, все, то есть у меня это был процесс, этот же человек мне рассказывал. Но одной вещью я не мог отказаться никак, это было, это было морепродукты. Морепродукты, да, я рассказывал эту историю, и он говорит, я не мог отказаться, прямо вот, и уже все, и кэшрут соблюдал, и все. Ну, как-то я, там, он, ну, богатый человек, летел в самолете, и там мы в бизнес-классе, ему принесли, там, какие-то устрицы, все. И он думает, а, съем эти устрицы, все. Съел устрицы, в больницу попал, прямо вообще. Думает, что ж такое, наверное, испорченный. Потом опять он летел где-то, остановился в таком самом лучшем ресторане, морепродукт, думает, все, последний раз поем, съедает в больницу. То есть, и он понял, что лучше ли в отель, лучше отменить свое желание перед желанием Бога, потому что это выгодно, это очень выгодно для человека. Все, дорогие друзья, значит, давайте сделаем вывод. Первое, делай его, делай заповеди, прям иди от заповеди к заповеди. Митцву выполнил, выполнил желание Бога, проси что-то у Бога. Выполнил желание Бога, проси. Потому что в момент, когда ты делаешь волю Бога, у тебя появляется возможность, как искренняя возможность, что-то у Бога попросить. Я желаю, чтобы Бог вам помог во всех ваших делах, чтобы вы знали, во всех хороших делах, чтобы вы знали, что это именно Бог помогает, и за счет этого стали еще более религиозными, соблюдающими заповеди Бога. Это самое главное в жизни.